Называется уже «Духовная жизнь в семье», да? Духовные отношения в семье. Самые сложные. Ну ладно, тогда вы не обессудьте, если вы что-то не будете понимать в этой теме. Самая сложная тема. Первый вопрос. Почему самая сложная? Потому что у нас по природе, мы, вот веды говорят, у нас такая природа, что мы боимся этой темы, связанной с Богом. Мы боимся ее. Смотрите, если, допустим, девочка гуляет с мальчиками, ну, может быть, это опасно. Если девочка пошла на дискотеку, это, наверное, опасно. Но если она пошла в какой-то храм, непонятно, сразу это сильно опасно, да? Видите, мы Бога боимся. У нас это, эти отношения для нас с Богом очень глубокие и ценные. Мы говорим, стоп, стоп, зачем ты туда пошла? Давай рассказывай. Очень серьезно относимся, да? Если человек начинает Бога верить, зачем именно так? Надо вот так верить. Сразу у нас, мы как бы локтями пихаем его. Тема очень для нас значимая. Часто люди от себя отодвигают всю жизнь эту тему. Это не мое, некогда мне этим заниматься, у меня есть работа. Ну, не хочу вот, а почему? Потому что очень значимая тема. Очень серьезная, значимая тема. Многие люди боятся этой темы. Но вот в этом и суть заключается. Раз она такая значимая, что все неравнодушны к ней, так может тогда с этого и начинать понимание жизни, с этого вопроса. Может, есть смысл все-таки в этом разобраться? Есть Бог или нет Бога? Смотрите, нет Бога. Теория была, возникла в эпоху Возрождения. Наука пошла, обычная наука наша современная, в эпоху Возрождения в основном. Нет Бога. Ну, или он где-то там далеко. Есть бы разные варианты этой, как бы, концепции. Хорошо. Дальше что возникает? Следующий этап развития мысли научной. Раз Бога нет, значит, Вселенная возникла случайным образом в результате взрыва там какого-то большого. Да? То есть, опять же, что взорвалось? Для этого надо придумать специальную математику, в которой существуют бесконечно малые объекты. Просто мы же не можем, как бы, просто, ну, решить, что точка, вот, точка взорвалась, да? Если ничего не было, тогда откуда возникла точка? Для того, чтобы понять, откуда возникла точка, когда никого, ничего не было, для этого надо создать теорию бесконечно малых объектов. В бесконечно малом пространстве, там, где ничего нет, все равно что-то есть. Ну, если ничего не было, значит, ничего не было. Понимаете? Есть в ведах такое понятие элементарная логика, есть такая наука Ньяи. Она говорит, что есть элементарная логика, которую нельзя расщепить на элементы. Например, там приводится пример элементарной логики. Если ничего нет, значит, ничего нет. Ведь это понятно, дураку, правильно? Но мы, как бы, решили, что все-таки там есть бесконечно малая точка. Ну, так решили. Потому что ведь нам трудно принять, что Бог есть, да? Трудно. А вот бесконечно малая точка принять легко. Приняли, что есть бесконечная малая точка. Она взорвалась. Маленькая такая точка взорвалась. Опа, и получилась вселенная большая. Она расширяется до сих пор. Все больше и больше становится. Была маленькая бесконечная молоточка взорвалась. И опа, пошла расширяться все. Видите, как мы сочиняем? Классно. Это развитие мысли современной. Дальше поехали. Человек появился, да? А? Так. Вот, поучите меня, пожалуйста. И? Мне интересно, страшно. Так. И вывод какой, если этого нет? Если этого нету, значит, кто-то это сделал, получается. Видите, у меня другое мышление. Есть желание считать, что никто ничего не сделал. Что оно само возникло. Поэтому можно много гипотез сделать в одну сторону. Но есть очень простой способ другую гипотезу поставить. Если ничего не было, значит, кто-то это сделал. Другой. От чего вот это не зависит? Понимаете? Эту гипотезу трудно ставить. Веда объясняет, почему. Потому что у нас есть внутри нежелание думать о Боге. Понимаете? Это нежелание основано на вот этой вот греховной природе. Мы здесь для экзаменов попали сюда. Мы души по природе. Но мы души какие, немножечко заблудившиеся. И поэтому нам хочется, чтобы Бога не было. Ну, веда это все, это очень глубокий такой философский вопрос. Вот здесь немножко другая тема. То есть мы предполагаем бесконечно немножко, предполагаем, что Он все-таки есть. Ну, все наоборот. То есть не мы бесконечно немножко предполагаем, что Его нет, а бесконечно немножко предлагаем, что Он есть. И это значит, что бесконечно немножко надо начинать изучать священные писания, которые написаны теми, кто интересовался этим вопросом серьезным. И вот я изучал.